Спорт в массы. Населенный пункт, в котором все имеют возможность заниматься физической культурой бесплатно, это реальность. Яркий пример – поселок совхоза имени Ленина. Подробности далее. Поселок совхоза имени Ленина. С каждым годом жителей здесь становится все больше. Одна из причин – комфортные условия и грамотная социальная политика. Она включает в себя в том числе и бесплатный спорт для всех жителей поселка без исключения. Мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Анастасия Зуева идет в кардиозал Центра физической культуры и спорта поселка совхоза имени Ленина. Здесь она тренер по спорту. А еще Анастасия – серебряный призер чемпионата мира по лыжи-роллерам в спринте. Таких успехов она добилась, тренируясь здесь, в поселке. Здесь же стала работать, потом родила ребенка. Но и о спортивной карьере девушка не забывает. Я в том году бежала в Россию, бежала в этап Кубка России. На этапе первого Кубка России я выиграла. К сожалению, на чемпионате России не удалось повторить результат. Я была только седьмая. Анастасия признается, что работать в поселковом спортцентре очень приятно. Оснащен он не хуже многих частных заведений подобного профиля. Центр спорта был построен шесть лет назад, благодаря совместным усилиям администрации совхоза имени Ленина и самого поселка. А началось все с мечты просто расширить зал для занятий боксом. Начиналось у нас с одного здания, хотели сделать секцию бокса. И там поставить ринг. И было предложение построить намного больше здания, где можно разместить тренажеры, кардио-тренажеры, силовые тренажеры для групповых занятий, где у нас занимаются пилатесом, настольным теннисом. Бесплатно в поселковый центр спорта ходят все, кто прописан в поселке или купил здесь жилье. В день приходит до сотни человек. Тренажеры закупала, нам помогала завод совхоз имени Ленина. Предоставила нам это прекрасное оборудование, хорошее профессиональное оборудование. Часть мы стали приобретать. Стена почета. Итоги работы центра. Многочисленные кубки, полученные командами поселка на состязаниях районного, областного, а порой и московского уровня. Это хоккей, футбол, волейбол, карате и настольный теннис. Все команды носят здесь одно имя – пиранья. Ну уйди от меня, уйди, уйди, говорю, ширину дай. Забивай, Яша, забивай. Идет тренировка младшего состава футбольного клуба «Пиранья». Большие залы расположены в местном доме культуры. Тренер Юрий Масленников переехал в поселок специально, чтобы жить и работать здесь. Юрий – член оргкомитета чемпионата любительской футбольной лиги Москвы, поэтому детская футбольная «Пиранья» – частый гость столичных турниров. У нас с тренерами, с моими коллегами, стоит задача здесь не мариновать детей. То есть наша задача – подготовить ребенка до определенного уровня. И если его захотела какая-то спортшкола видеть в рядах своей команды, мы с удовольствием детей отдаем. В секцию отдают с пяти лет, но только самых талантливых и влюбленных в спорт. Я просто хочу стать футболистом, когда вырасту, и вот тренируюсь. И еще люблю играть с другими командами. Буду играть. В мае первый удар. Первая игра. Дергаем, держим. Двадцать. Дергаем. Стоит, стоит в руках тебе. Стоит, держим, держим. Бокс, с которого начинался центр спорта поселка совхоза имени Ленина. Большинство занимающихся здесь ребят вряд ли станут профессиональными спортсменами. Но зато поддерживается здоровый дух. А бывают и большие победы. Один из членов боксерской команды недавно стал призером чемпионата Москвы.